Областным центром основные силы были сконцентрованы на знаковых социальных будовлях, доброго порадкования улиц и зеленых зон. Уластную укладу окульную справу робили и рабочие, и простойники УЛАДы. Кировничество в области и города головным объектом проционной акции вызначили будовничество станции худкой медицинской допомоги у Зарышной микрорайоне. Что отметно, все ли это объекты махового здоровья особливая увага. Половосродка у зарубленных подчас субботника будут накированы у Минск на медицинское обсталявание для больницы худкой меддопомоги, чтобы на належном узровне забеспечить медицинское обслугование в рамках других европейских ульнях. 50% будет направлено у нас в области. Это на благоустройство памятников, мест захоронений, на благоустройство кое-где. Ну и основная часть этих средств будет направлена на ремонт и благоустройство детских оздоровительных лагерей. От працы кожных от человека и у всех разом залежит у целом развитие региона, отзначая Анатолий Ис. По выниках первого квартала в область выконала практически усеклюшевые покашики, упершую черву у основных секторах экономики, промысловости и сельской господарции. По остальным направлениям это и строительство жилья, и экспорту, что радует нас, мы не снижаем экспорт услуг, увеличиваем, появляются новые рынки сбыта, это вот Китайская Народная Республика, мы туда уходим и с молочной продукцией, и с мясной продукцией. Вчера у нас были в Барановичах на птицефабрике представители Китайской Народной Республики. Дружба, они тоже будут поставлять птицу, уже подписаны договора. Поэтому в целом я считаю, что неплохо сработали в первом квартале. Для педагогов и в Ушне у Немаржанской средней школы Драгичинского района селит не республиканский субботник, а Сабливы. Попрацовать на корысть установы приехал земляк, вице-премьер Беларуси Василь Жарко. Побудованная в 1974 году, 10 год, Касюня навучая 72 школьника, а недавно от шастку площадь установа отдала под дитяший садок. А теперь огульными намаганиями тут явилась и огульнявая плясовка. Еще раз обратить внимание, как президент дал поручение, чтобы возродить малую родину. Не забывать ее. Конечно, все не возродишь. Но центральная усадьба. Понимаете, ну вот похороним мы деревню. Что будет? Будем придатками где-то. Все-таки деревня нас кормит, кормила, кормит и будет кормить. И для нее надо делать все условия для того, чтобы она развивалась. Не меньше фронт работы и на объекте республиканского субботника у Иванове, велосипедной трассе Виктория. Активно и с энтузиазмом тут працовал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Уроженец Ивановшины говорит, спортивная плясовка для его добра ведомая. Вот этот бассейн здесь, начиная где-то с 81-го, лет 5 подряд я участвовал в легкоатлетических кроссах. Весенним, осенним. Вот здесь бегали. Вот там у нас был старт возле столба. Вот наверх сюда на горку, где сделана сейчас трасса для BMX, для велосипедного спорта, где мы вот работаем. Мы здесь бегали кросс. И вот здесь вот финишировали возле вот этого мостика. Здесь каждый уголок, каждый кустик, здесь все знакомо. Я дома. Это вот самое важное. Так само у Драгичинским районе, а ли у агрогородку радостно, працовал керавник комитета державной безпеки краины Валерий Бакульчик. Признался, на малой родиме, бывая, не родей за два раза на год. Нужно опираться на что-то и откуда-то черпать силы, энергию. Поэтому я считаю, что однозначно родная земля надает силы и энергию, и в человеку в том числе. У каждого есть своя родина. Если каждый здесь и сейчас, в этом месте, в это время, с учетом своих возможностей, своего положения, даже просто так закатав рукава, что-то сделает, значит, однозначно жизнь станет лучше. В Столинском районе, в новоколе родных Терабличев, разом с коллегами высадживал лес старшиня слежего комитета Беларуси Иван Наскевич. Коли с тех это был полигон войсковой частки. Потом долгий час поле пустовало. И вот теперь тут отрымал прописку новый лесный массив площадь у целых гектар. Иван Наскевич признается, на родину тягнет за усюды. С шикарным настроением, скажу, приехал на малую родину. Вы даже не представляете, насколько приятно приехать, увидеть знакомых людей, когда тебя лесники, насельчане приветствуют, здороваются, как это было 20, 30, 40 лет назад. Это задевает такие нотки в душе, которые просто непередаваемы. А эти места, где мы сегодня высаживали лес, они мне знакомы еще с детства. Тут стояла военная техника. Мы тут вот такими по ней лазили всегда, раскручивали. Это было, вы знаете, впечатление непередаваемое с детства. Угод малородимы немогчимо не узгадать подчас республиканского субботника и места, где похованы те, кто оборонял нашу землю. И что подчас великой отчинной войны стал ахвярами фашистов. Этот памятник находится в деревне Застарение. Его знаем не только жители этой деревни, но и жители всего района. И я горжусь, что пришла сюда, чтобы отдать дань тем воинам, которые не пришли с войны. И жителям сожженной в деревне. Молодежный патриотичный центр в Брайской крепости – одна из самых перспективных идей союза молодья. В приватности на его творение БРСМ накировал премию президента за духовное дрожжение. А так само перелечились остротки, зарубленные жахарами Брайской области на одном субботников. Ну а теперь субботник сам пришел на территорию центра. И он объявлял боль за 100 человек. Потому что хочется внести какой-то личный вклад в сохранение нашей истории, чтобы нам было что показать нашим детям. Для нас очень важно сохранить историческую правду. И никакая земля, пожалуй, на Бречне, как Брестская крепость и вот эта точка, патриотический центр, будут способствовать воспитанию патриотизма и гражданственности у молодежи. А возможно, этот объект станет также отправной точкой для различных молодежных, в том числе международных, инициатив. По попередних данных, за час субботника Брестская в области зарубила коля миллионы рублев.